Дайте возможность, но желающие ее использовать найдутся. Создать все необходимые для здорового образа жизни условия в Щелковском районе – одна из приоритетных задач. Успехи в данном направлении также на особом контроле в правительстве Московской области. Действительно актуально развитие спортивной инфраструктуры накануне года сдачи нормативов ГТО. Так, министр спорта региона в рамках рабочего визита в Щелковский район проверил несколько важных спортивных объектов. Мы смотрим инфраструктуру спортивного Щелковского муниципального района. Большой район, богатый своими спортивными достижениями. И, конечно, хочется посмотреть, что улучшить, где есть у нас западания. Мы очень большой прорыв в спорте совершили за последние два года. За последние два года успехи действительно немалые. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Скатком», построенный в рамках программы губернатора Подмосковья, активно готовится к открытию. Качество проведенных работ министр проверил самым внимательным образом. Осмотрели все – от сердца комплекса катка до раздевалок и душевых. Роман Терешков сделал несколько замечаний по обустройству помещений. Однако отметил, что к сдаче в эксплуатацию объект вполне готов. Мелкие бытовые вещи, они устранят очень оперативно. Радует то, что объект оснащен энергоизбрегающими светильниками, светодиодными лампами по периметру. Также он приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Побывал министр и на объекте, строительство которого пока продолжается. Физкультурно-оздоровительный комплекс на Дальнем Воронке должен стать многофункциональной площадкой для нескольких видов спорта – от баскетбола до единоборств. Особенность объекта в том, что при его строительстве использовались исключительно средства местного бюджета. За счет средств бюджета поселения строят? Полностью, да. За счет того мы строим это три года. После открытия комплекс вольется в инфраструктуру Центра физической культуры и массового спорта. Рядом с объектом уже размещается крупная площадка для нескольких неформальных видов спорта. Таким разнообразием Роман Терюшков остался доволен. Однако представители администрации района и муниципального депутатского корпуса обратили внимание министра на необходимость открытия и других объектов. Площадку под новый бассейн присмотрели рядом с Центром Романтик. Хотим пройти экспертизу и уже во все кабинеты заходить уже с готовой экспертизой, как положено, с готовым производителем. Ну, надеемся на вашу поддержку. Хорошо. Мы проговорили о возможности строительства данного объекта. Ряд предложений есть. Обратиться и войти в федеральную целевую программу 2016-2020 года по возведению малобюджетных, быстро возводимых конструкций, в том числе и сплавательных бассейнов. Посмотрим лучшие практики по бою и, может быть, построим здесь объект спорта, бассейн. Завершился рабочий визит в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Здесь, в рамках деятельности детско-юношеской спортивной школы, занимается более 4 тысяч детей по 23 видам спорта. Результат вполне очевиден. Сейчас Щелковский район в лидерах по внедрению комплекса сдачи норматива в ГТО. Щелковский муниципальный район является лидером по внедрению физкультурно-спортивного комплекса, готовых к трудооборудованию. Свыше 50% школьников уже зарегистрированы на портале, на сайте, открыт центр тестирования. Здесь, в универсальном спортивном комплексе Подмосковья, где каждый желающий может прийти и попробовать свои силы сдать нормативы ГТО. Рабочая поездка министра в целом положительная. В Щелковском районе многое делается для развития массового спорта. Мы на сегодняшний день по регистрации на сайте gto.ru занимаем по-прежнему лидирующее первое место. Поспособствовать росту уровня сдачи норматива в ГТО призваны как крупные спортивные объекты, так и небольшие площадки. Например, 8 таких вот комплексов для воркаута были установлены в этом году в Щелкове. Так и представители регионального министерства и руководство спортивной сферы района надеются, что к сдаче норматива в ГТО жители Щелковского района подойдут как никогда массово. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».